Здравствуйте! Цель учебной программы по литературе — способствовать формированию духовных ценностей человека через восприятие и анализ художественных произведений, воспитывать компетентного читателя, способного на основе личностного выбора использовать знания, умения и навыки для познания мира и самого себя. Рассмотрим некоторые приемы работы над реализацией цели обучения. В долгосрочном плане программы указаны темы, список изучаемых произведений, навыки, над реализацией которых следует работать, и непосредственно цели обучения. На примере работы над сказкой Ганса Христиана Андерсона «Снежная королева» раздел 3 «Литературная прозаическая сказка» рассмотрим способы реализации целей АИ-8 и ОС-2. Перед тем, как приступить к работе, учащихся необходимо сориентировать, что они смогут выполнить к концу данного урока. В предлагаемом нами варианте учащиеся смогут указать, какие изобразительные средства использовал автор в тексте и сравнить изученный текст с другими видами искусства. Ключевые слова помогут учащимся сконцентрироваться на теме и основной мысли урока. Учитель может подготовить к уроку выставку с иллюстрациями сказки художников разных стран мира Владислав Ярко, Петро Бенвенути, Никогольц и другие. Таким образом, учитель подчеркнет, какой интерес вызвала сказка Андерсона у людей разного возраста. На уроке реализуется межпредметная связь с искусством, кинематографией, историей. Это задание учащиеся будут выполнять самостоятельно. Они сравнят кластеры и найдут в них отличия. Свои наблюдения учащиеся напишут в тетради. После того, как запись будет выполнена, пятиклассники объединятся в группы по пять человек и озвучат внутри группы свои наблюдения. Спикеры от группы резюмируют наблюдения и запишут одним предложением на флипчарте. Таким образом, учитель и учащиеся увидят умозаключение всего класса. После этого учащиеся попытаются ответить на вопрос, как называется литературный прием, в основе которого лежит противопоставление. Пятиклассники уже владеют понятием антитеза. Важно, чтобы они не просто назвали термин, а пояснили его. При затруднении учащиеся учитель может позволить им воспользоваться словарями и сравнить толкование термина в учебнике и литературических словарях. После этого учащиеся продолжат работу в группах. Они составят на флипчартах новые кластеры или продолжат предложенные. Важно, чтобы пятиклассники выписали приемы антитезы из текста сказки. Учитель наблюдает за работой каждого учащегося группы и делает отметки в листе наблюдения. Учащийся достиг цели, если указал не менее семи приемов антитезы, указал соответствующий фрагмент в тексте сказки. С целью отработать навык определения художественно-изобразительных средств в тексте пятиклассники выполнят мини-исследование. Учащиеся будут работать в парах. Важно, чтобы на каждом столе был текст сказки. Перед тем, как приступить к заданию, учитель может использовать стратегию минута. В течение минуты пятиклассники называют художественно-изобразительные средства, с которыми они уже знакомы, и приводят примеры. Если учащиеся затрудняются привести примеры, учитель может заранее подготовить несколько слайдов с примерами художественно-изобразительных средств. Учащиеся же будут только обозначать средства, которые узнают. После подготовительной работы учащиеся могут приступить к основному заданию. В парах они проанализируют текст и заполнят таблицу на листе формата А4. По истечении времени заполненные листы должны быть вывешены на стене классного кабинета. Учащиеся продолжат работу в парах. Они возьмут тетради, ручки и пойдут по классу читать заполненные таблицы своих одноклассников. Прочитать они должны не менее пяти заполненных таблиц. В тетрадях делают пометки, указывают, согласны ли с мнением одноклассников, фиксируют ошибки. По окончании работы пара озвучивают наблюдения. Те, кто не успеет высказать мнение, может показать записи учителю после урока. Учащиеся достигнут цели, если правильно указали не менее трех примеров из текста в таблице, нашли не менее одного художественно-изобразительного средства, не указанного в таблице, прокомментировали не менее пяти работ одноклассников. Перед тем, как учащиеся начнут сравнивать художественное произведение с произведениями других видов искусства, учителю следует приготовить презентацию, в которой он отразит учащимся информацию о художественных и мультипликационных фильмах, операх, балетах, мюзикле, снятых по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсона «Снежная королева». Необходимо указать авторов названных произведений искусства, страны, в которых они были поставлены, кратко рассказать о представляемом жанре. Учитель может продемонстрировать пятиклассникам фрагменты, дать послушать фортепиану, миниатюру. Учащиеся во время демонстрации будут вести записи в тетради. Они укажут особенности представленного материала, запишут чувства, ассоциации, вызванные у них. Учитель может дать задания пятиклассникам на опережение, и подобную работу вместо учителя могут организовать отдельные учащиеся. Важно стимулировать пятиклассников на поисковые исследовательские задания. Учащиеся будут рассуждать, почему сказка вызвала такой интерес в обществе. Они посмотрят балет или фильм, снятый по мотивам сказки, и ответят на вопрос, что общего и в чем разница между сказкой и фильмом или балетом. Для выполнения этого задания учащимся понадобится ноутбук и интернет. При условии, что школа не обеспечена названными техническими средствами обучения, учитель может подготовить наглядный материал на урок. На цветных листах необходимо распечатать не менее десяти картин разных художников, написанных по мотивам сказки Ганса Христиана, Андерсона, Снежная королева. Учащиеся рассмотрят эти картины, назовут фрагменты из текста, которым соответствует сюжет картины. После этого выберут одну, с которой будет проведена более подробная работа. Они укажут сходства и отличия картины и сказки. Презентацию учащиеся могут выполнить дома. Учащиеся достигнут цели, если отобразят презентацию картину и укажут ее автора. Назовут фрагменты сказки, которому соответствует картина. Укажут не менее пяти сходств и отличия сказки и картины. В конце урока следует провести рефлексию с целью получения обратной связи. Проанализировав таблицы, заполненные учащимися, учитель выстроит дальнейшую работу. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.